Спасибо большое нашим аналитикам за теплые слова и за подробный анализ хладнокровный. Естественно. А мы продолжаем нашу американо-эмигрантскую, как верно отметили, Dota. Играть будут про Dota Gaming, вроде бы наши, да не очень наши. И NP, где Eternal Envy, который вроде бы, знаешь, тоже наш. Почти наш, почти наш. Вот я прям чувствую, вот корни славянские у Eternal Envy. Ну, на самом деле, кроме шуток, действительно, игра обещает быть интересной. Почему? Потому что сейчас должны будут схлестнуться два разных стиля игры. Первый – это достаточно активный, агрессивный стиль со стороны ProDota. И другое – это то, что мы уже сегодня с вами видели. Это час фарма, час набивания большого количества артефактов. И только после этого ребята обычно заходят к вам на базу. Но, ты знаешь, может быть, NP нам не совсем свою классическую NA Dota сейчас покажут. Потому что, посмотри, Envy играет на героя далеко не фармящим. Есть, конечно, в арсенале Медуза. Ой, прошу прощения. Ну, на самом деле, это корректно. Потому что НАГА. Медуза – это разновидность НАГи. Родовое, видовое понятие. Есть НАГА, которая много фармит. Которая нуждается в этом фарме. Но сам Envy на инвокере. Флагман, сам понимаешь, который рано или поздно должен выйти и файтится. И вот файт начинается прямо сейчас. 14.37. Ну, да. Я думаю, что сейчас мы посмотрим, как КВМ умирает. И, возможно, как раз представим команды. Да. Вот они. NP – Eternal Envy. Действительно, на инвокере. Очень необычное амплуа. НАХТ, СЛАРДР, РОУС. Ну, НАХТ – это, вроде как, у нас был МСС. Да, РОУС – это, вроде, 14.37. Рубики, естественно. АУИ – 2000. НАГА, Сирена. И СВГ. Андайенг. И про Дота Гейминг. Кевка будет играть на Аксе. Пингвинчик будет стоять на Шторме. Бивер будет саппортить на Шадоу Демоне. Камвизме будет играть на Сент Кинге. И на мою роскошную память, понадеялись. А, Гартер будет на Луне фармить. Да, конечно. И не напрасно понадеялись, между прочим. Неплохо, неплохо. Знаешь, в про Дота Гейминг просто вселиться знакомым. В том смысле, что мы их на Везге видели недавно. Совершенно и КВМ приезжал. И приезжал Кевка. Каждый в составе своей национальной сборной. Так что, они прям реально почти наши. Да, у них причем прикольные футболки. Вот эти были. Тим Ромэйни. Очень круто команды подошли именно к вот этому национальному турниру. Мне вообще нравятся такие вещи, когда команда вроде бы на необязательные какие-то вещи. То есть, не обязательно было приезжать вот этих там брендовых футболок. Да, понятное дело. Не обязательно стоило там делать какие-то, не знаю, там твиттеры, еще что-то. Но ребята заморочились. Это прикольно. Там и Team Ukraine логичная ситуация и так далее, и так далее. Это подогревает, знаешь, это и команда сами подогревает, то, что они тут не пришли какой-то... От фонаря вот это да. Да. И это подогревает болельщиков как раз таки вот, знаешь, эти какие-то теплые национальные чувства, возможно, пробуждают в них поболеть за своих, за земляков, за соотечественников. Я только могу согласиться. Ну и смотри, что у нас получается по линиям. Зомби, Нага и Рубик. Просто мощнейшая, получается, трипла против бедной луны и вот этого шеду демона несчастного. Кстати, смотри, тут Слардер тоже плотненько подгоняет Акса. Акс прогрызает дерево и замечательно скрывается. А вот если бы не туда повернуло назад, то, возможно, его бы и заковыряли. Был бы поворот не туда. Да, да, да. Ну вот классно отреагировал, реально крутой момент. В топе вроде как полагается быть экшену, учитывая то, что здесь зомби. Здесь супер агрессивная трипла. Но так-то трипла ПД тоже может дать неплохой бой. Ну вот сейчас Ауи немножко далековато залезет. Правда, мне кажется, не на того героя напали сейчас, ибо самым тонким персонажем тут является Рубик, потом, наверное, Нага, только потом зомби. Все-таки зомби он еще и вот так может сделать, да? И сразу у него там плюс 200 хитпоинтов. То есть что вы ему собираетесь делать? Воевать реально с ним очень трудно. Только если каким-то чудом его забирать, слушая и показывают руны, на них вообще никто не пришел. Никому не нужны они. Ну вот только-только сейчас Рубик на верхний рунспот прибежал, найдет там руну богатства, такой небольшой себе бонус. И разбогатеется. А второй левел сразу? Ну это неплохо. Действительно, наличие второго уровня радикально меняет такого персонажа. Можно пойти загангать, потому что нюк какой-то появляется. Ну и вот он, собственно, побежал в центр, будет нападать на Шторм Спирит. А там вместе с Инвокером уже набрасывается на Шторма. Правда, Шторм что-то не особо и сопротивляется. Говорит, ну хотите подраться, давайте подеремся. Пингвинчик уворачивается, еще у него боттл, еще у него танго. Короче, у Пингвинчика все великолепно. Ну, в принципе, можно сказать, что Рубик не сильно тратил время, потому что он же шел за руной, а тут вроде как поднял второй и заглянул на мид. Я думаю, что его тиммейты не сильно на топе просели при этом. Смотри вообще, что Акс делает. Он просто на хосте прибежал на эту линию, отобрал крипов, и сейчас точно так же молниеносно может убежать. Говорит, опачки. Говорит, давай я еще на тебя крутанусь пару раз. Хоста, кстати, вот, когда ты сам на хосте бежишь, ощущение, что он так мало длится. Вот, ну, в принципе, после своего нерфа она реально очень мало длится. Кевка прям какой-то читер. Забежал, убил крипвейв, загрел Слардара и еще убежал на этой хосте. Ну, да, да, забавно получилось. И Транквилл таким образом очень быстро себе получает. У него 17-0 крипстат. Крайне круто идет пока. Слушай, в топе-то реально... Вот эта вот расстановка линий, то, что у нас трипл на трипл и соло-герой стоит в оффлейне, ну, вернее, как один в изи, другой в оффлейне, она прямо разрушает рамки. Вот сейчас Слардар был в топе по фарму. Все Слардары до этого, у нас были бедняги, просто бедолаги, которые ничего не фармили, а тут, может быть, даже быстрый блинк вырисуется. Вот, кажется, вчера, я уже, правда, у меня перемешались все игровые дни, куча дота была за последнее время, там тоже был Слардар в сложной, и он под прикрытием, кажется, двух саппортов находился, и поэтому также фармил неплохо, в итоге он там просто всех поразваливал. Но такое происходит достаточно редко, да, то, что именно на Слардара делается упор, при этом могут пожертвовать другими героями. Ну, тут, видишь, все набирают свое по большому счету. Немножко страдает Эдви, если посмотреть именно на Крипстат. Да, у него там сколько получается? 18 на 4, Шторм 23 на 7. Нет, нет, ну хотя, в принципе, можно сказать, что Ауи тоже страдает, но я думаю, что в этом есть некий план, когда ты идешь в оффлейн, ты знаешь, на что ты идешь, неудача на 14.37 встает в миде и будет умирать однозначно. Да, немножко плохую позицию в итоге, как оказалось, он занял, и зомби сюда перетянулся, но что зомби может сделать в такой ситуации, честно говоря, сложно представить. Зомби, он как раз и предназначен для какого-то постоянного давления непосредственно на линии, ты просто приходишь, кидаешь дикей, бьешь с руки, опять кидаешь дикей, опять руками бьешь и так далее, и так далее, и так далее. Ой, как больно тут Аксу, слушай. Прям совсем больно. Да, но он, видишь, особо не обламывается, знает, что потрачен стан. Просто улетел. В смаке саппорты возвращаются в топ, и будут кого-то ловить, наверное, здесь, возможно, КВМ опять достанется, потому что он подставляется. Ну вот, Луна пока на линии стоит, поэтому первоочередной целью, скорее всего, будет являться она или же... Нет, Рубик бежит, 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 бежит. Да, в итоге... Причем, КВМ, ты видела? Он пошел Крипчика добить. Он так говорит, ну дайте мне, пожалуйста, Крипаса. Он, кстати, выжил. Я не могу вспомнить, что это была за команда. Я помню, может быть, даже за Империю какую-то, за какую-то СНГ-команду. КВМ играл с Тендином, стоял в оффлейне, и... А, или это были вообще ВП Полар еще в те времена. Но смысл в том, что мы смотрели эту игру с моими товарищами, и вот КВМ, мы его прозвали Экшнмен, потому что он играл на баланаре, он резался, шел вот так вот драться, телепортировался, шел драться куда-то вот просто по прямой, пока его не убьют, потом умирал, резался, телепортировался, и шел драться, пока его не убьют. Это было очень комично реально. Нет, одно дело, когда это работает, другое дело, когда это уже попахивает какой-то, не знаю, отчаянием каким-то. И я вот вспоминая КВМ, тоже могу припомнить его исполнение на Сент-Кинге. Это был ромящий Сент-Кинг, который там просто уже на первом левеле успел там побывать на верхней линии, в центре, еще вниз переместиться, сделать там два фрага, один ассист. И это был просто действительно какой-то Экшнмен. Вот, вот, собственно, сейчас мы видим, нападает он на Инвокера. Но правда, что Инвокер уже уровень 6 почти. Не то чтобы это цель. Какого-то Рубика ему найти там, имея плюс один у себя за спиной, было великолепно. Вот у Штарма, например, уровень 6 есть, может быть и ворвутся как-то на мидл, но мы понимаем, что Сент-Кинг уже ушел на нижнюю линию, где, кстати, селедочка одинокая стоит. Кстати, вот очень грамотная, ну не прям неполноценная ротация, но такая мини-ротация происходит у Инпи, то что Инвокер позволил Рубику по экспиции в миде, сам ушел в лес, при этом, в принципе, обладая ресурсами, чтобы дальше линию стоять, но он уступает и своему саппорту. Это очень благородно. То есть, если бы ты была этим суппортом, ты бы отблагодарила. Я бы саппортила, вот сейчас Твитчат не так поймет тебя. Ну, да ну, в смысле? Сейчас все все поймут, потому что уже почти три часа ночи. Ну, в общем, я бы в три раза усерднее потом саппортила, вот понимаешь, такому кору, который линию уступает. Как-то это так необходимо. Ну, смотри, там сейчас опять выйдет Сент-Кинг, опять он найдет этого Инвокера, постоит, возможно, с ним немножко по экспиции. Понимечит, да, опыт. Так и получается. Ну, там еще Вард, кстати, стоит, так что у КВМа заведомо есть данные. Так, я слышу какой-то невероятный ор из соседнего помещения. Я не знаю, что произошло. Я тоже не знаю. Хорошо, давай, может там, я не знаю, футбол смотрит какой-то. Ну, ночью вряд ли, но... Ладно, может быть. Мне тоже, правда, любопытно. Вот он Сент-Кинг, вышел. А вот уже двое, посмотрите, нападают на Инвокера, но все равно проблемами тут не пахнет для Энви или пахнет. А есть ли Вортекс? Вортекса нет, но он и не нужен, по всей видимости, потому что будет умирать Энви. Да, и у него сейчас должен быть вполне логичный вопрос. Суппорты, а где же вы? Я же тебе мид уступал, Рубик. Почему ты так со мной поступил? А у Рубика есть телепорт. Рубик просто его не делал. Он говорит, ну тут внизу еще крипчики есть, Энви, брат. Не могу оставить линию, снесут, прости. Да, а сам это ласт хит, ласт хит, бах, бах, бах. Он просто, видишь, дал ему спицы в миде, и Рубик вошел во вкус. Он теперь хочет стоять на линии, нападение в топе на луну. Красная пелена перед глазами, кровь, крипы. Кстати, смотри, что с шадоу демоном сейчас делают. Или лучше не смотри, это слишком плохое зрелище. Кстати, Энви подпромахивается санстрайками. Это... Вот я просто, знаешь... Это камень в его огород или как вообще? Это не камень в огород. Я не знаю, с чем это связано. Может быть, ему не хватает того контроля, которым располагает его команда. Но уже штуки три он мимо дал, реально. Если бы было, знаешь, такой санстрайк... Экероси, да. Экероси, да. Да, Экероси, да. Там были бы печальные цифры. Ну, знаешь, под стан с лардера, по сути, можно выдавать там неплохой санстрайк. Под телекинез Рубика также можно, если с Рубиком договориться, что он будет класть туда, откуда положил... Вернее, откуда взял жертву. И, в целом, проблем в этом, наверное, я толком ниже. Кстати, нападение вновь ведет на Энви. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй, как же больно та! Ты только посмотри! Я вот вижу... И Рубик внизу, он этот... Экспица, Экспица. А сейчас нужно опять показать Рубика, и на факт наличие у него телепорта показать опять. Ну, он говорит, дружище, мне арканы... До аркан чуть-чуть, до шестого чуть-чуть. Кровь из носу нужны были арканы, так что ты... Извини, конечно. Лучше бы... Лучше бы кто-то сейчас не арканы купил, а сентри вардой, чтобы развардить лес, потому что нужно понимать то, что видно Энви, поэтому к нему приходят в который раз. Шадоу Демон умирает, пытается любой ценой... И не добегает до санстрайка. Говорит, хоть бы фраг оставили. Кстати, смотри, как круто Шадоу Демон блочит иллюзиями, и возможно даже... Хотя тамбу можно просто пытаться забрать, и все. И 175 золота, как бы не хуже. И зимани. Реально, и зимани. И все, Сэн Кинг может там через скалу спокойненько перепрыгивать, Шторм просто убегает пешочком. И можно разбредаться по своим делам, дальше фармить. Просто гармония. У Продота Гейминг. И Блинг Даггер, кстати, появился у Акса. Вот только-только сейчас к нему прилетел. Скорее всего пойдет пытаться кого-то цеплять. У нас Кевка. Нужно, нужно реализовывать Блинг. Я вот об этом уже говорила, по-моему. То, что это же вот... Понимаешь, самый первый выход с Блинком, это очень важное событие в жизни любого инициатора. Нужно пойти на кого-то напасть, пока никто не знает, что у тебя Блинг. И не зафейрить это нападение. Ну ты понимаешь, что это сложно. Варды какие-то еще могут стоять. Там смока в магазине нет. Не знаю, еще что-нибудь в этом духе. Вот, кстати, инвокер вновь под Вардом. Да, Нага Сирена забирает Луну. Жизнь ничему не учит Джеки Мау. Ты посмотри, что происходит. Там Акс влетел в трех пацанов, но здесь используется Слип. Ну да, Нагу, конечно, там было не забрать. У нее 350 хп. Шторм пошел. В общем, она улетает практически. И пришел, кажется. Очень, конечно, нагрессивно пытается это сделать. А Акс-то успевает добежать и будет крутиться сейчас. Да, ну он пока первому башню очень быстро срезал. Там вновь не попадает с Санстрайком Этернал Энви. Кажется так. Но при этом Кевка мог бы попытаться разогнаться как-то, я не знаю, через этих иллюзий. Но просто убегает. Знаешь, не очень-то и хотелось, да. Потому что хватает ресурсов выжить и так. Я хотела сделать акцент на том, что Энви чуть в третий раз на этом варде не умер. Если бы в топе не была заруба и Акс не телепортировался бы помогать, то он бы нападал на Энви. Неужели он не просек то, что его видно? Да, я думаю, после второго раза обычно доходит то, что тебя, скорее всего, где-то заметили. То есть они не могут к тебе просто так вот с такими таймингами, да. Это не просто совпадение. Таких совпадений крайне мало можно встретить в мире профессиональной доты. Зачастую это говорит о том, что тебя реально видят. Ну не знаю, может быть, суппорты уже какими-то, не знаю, своими делами занимаются. Может быть, команды устали, хотя вроде как это американский дивизион. Это мы тут можем с тобой устать. Да, у нас тут ночь уже за окном. Уже 11 часов эфира, да, за плечами. Так что к нам можно применять подобные выражения. Команды здесь только начали выступление. Кстати, у КВМа проблемки. Он умрет, скорее всего. Хотя тут Шторм прилетает сразу же. Еще и Акс придет. И это будет минус Нага. И зомби тоже, конечно же, развалят. Правда, умер Сэн Кинг, что очень досадно. Можно тамбу поломать по-быстренькому, еще денег заработать. Это, кстати, реально досадно. Потому что за него денег дали, по-моему, как за эти два килла. Поэтому размен, в принципе, можно считать равноценным. Это говорит о том, что очень все хорошо с Нетворсом общекомандным. У команды ПД, да, именно так. Более 4000 уже перефарм по золоту. И более, ну, около 4000 перефарм по опыту. Еще вышечку сейчас заберут. И защищать ее тоже очень тяжело. Вот я смотрю на этого инвокера, у которого... Ну, с одной стороны, 3600 всего там, или там 3700 на 300 золота меньше, чем у Луны. Но ты понимаешь, что конкретно в данный момент угроза это не Луна. Угроза это как раз вот Шторм Спирит, у которого очень плотный оверфарм. И Акс, который также пока просто прыгает, убивает в кого его душе угодно просто. И вообще вертел он всю оборону. Он вообще прям, я бы сказала, круто здесь играет. Во-первых, у него была линия несложная, которая располагала к тому, чтобы он быстро вынес этот блинк. Во-вторых, он не обламывается, не фармит, не покупает ивангварды никакие, а просто купил блинк и реально ходит и его реализовывает. Очень много делает, стапит много киллов. Респект таким Аксам. Ну вот, только что посмотрел Энви на варде. То, что за ним выезжал Акс, там как раз у него на линии стоял под тир-1 дайровской. И тем не менее, его находят. Да, ничего не сделает здесь инвокер. Его затрусили и голова с плеч. Селедочка, кстати, образовалась. Даже если СК заберут, мы все прекрасно понимаем то, что... Ой-ой-ой, какой хороший скилл себе украл 1437. Выглядит красиво, конечно, но никого не достать с ним. Фак, тут продолжают убивать Сенкинга. Да, это, конечно, фраг. Да и пусть! Инвокер-то умер, умер. Значит, основная цель была достигнута. А можно рекеп посмотреть? Интересно все-таки, насколько это были равноценные киллы. Да. Так посмотри, инвокер умер, а в плюсе осталось в итоге... Нет, тут, скорее всего, инвокера не посчитало просто. Думаешь? Да, да, да. Там тогда бы черепушечка писалась. Просто учитывая печальную вот всю эту ситуацию с нетворцами, я не исключаю, что это не очень ценный фраг был. Ну, я просто... Я просто смотрю то, что 800 золота за Сенкинга в итоге разница получилась. Это, ну, приличное количество, я думаю. Но просто фишка в том, что очень сильно загнобленный инвокер, он потом ничего не сделает. Нет уровня, это самое печальное для такого персонажа. То есть у тебя нет сильных заклинаний, а нафиг ты вообще тогда нужен? Да. Разве что фармить лес под вороческими вардами. Ну, это опасно делать. И вот мы сейчас видим то, что ставится там баг. КВМ сейчас занимает позицию для того, чтобы копнуть побольше людей. Да, докопался сразу же до двоих. Улетает там у нас бивер. КВМ не убежал. КВМ все-таки смогли здесь добить. Ну, Акс решил не вписываться, потому что за Аксом никакого фолова быть не может. Шторм Спирит немножко занят. Хотя он на базе находится, может быть, и прилетел. А, он только-только прилетел с ТП в центр. Зато Луна изо всех сил толкает бот. И, кстати, мне очень понравилось, как ты употребил глагол «докопался». Вот знаешь, с одной стороны подкопал двоих, да? Достал подкопом, с другой стороны реально же докопался. Ну, да-да-да. Вот смотри, с Санстрайком, кстати, попадает инвокер, и сразу же пошли фраги. Причем ты посмотри, сколько деньжищ отвалили. Неплохой такой стрекан, кстати. Так у Рубика блинка может появиться. Ну, у Рубика-то да, инвокеру бы еще что-то отсыпало, потому что там уже все фармят. У Рубика... Кстати, посмотри на разницу, у них там тысячу золота всего лишь между Рубиком и инвокером. Вот оставил линию, называется, суппорту. Да-да, и все. И тот пошел по наклонной. Враж вошел. Вкусил скверны. Впал в зависимость от золота. Да-да-да-да-да. Половина блинка практически уже есть у КВМа. Дело за малым, нужно его дофармить, нигде не встрять. Да это тяжело, учитывая то, как он в последнее время оказывается в самых неподходящих местах. Вот знаешь, скоро у него 1.4.7, с одной стороны 1.4 плохо, с другой стороны когда-то хороший получается, потому что в 8 киллах он поучаствовал для своей команды. Ну да, из всех, в принципе, 8 возможных. Это вот как раз на тему экшн-мена. Да-да-да, оправдывает свое прозвище, случайно ему данные по полной программе. Это 100%. Ну и инвокер. Любопытно посмотреть, как же Envy сейчас справляется со своим кризисом. Понятно, что Midas сейчас имеет повышенную актуальность просто потому, что у него изначально все было очень плохо, плюс барабаны появляются. Нельзя сказать, что у инвокера нет ничего, но это уже 18-ая минута на дворе. Там некоторые герои могут похвастаться немножко большим количеством артефактов. И тем более, опять же, за те же деньги, за которые ты покупаешь себе Midas, ты можешь себе купить какой-то, ну не в случае инвокера, понятное дело, для него это must have, я не спорю. Но к тому, что за те же деньги покупается условный блинг и мутятся страшные вещи по карте теми героями, которыми разгон не нужен. Так что, знаешь, нетворс, иметь там некий нетворс, этого мало. Нужно еще реализовать его в какие, ну вопрос в том, в какие итемы ты его реализовываешь, и насколько ты полезен на этом этапе игры. Инвокер бесполезен. Ну пока да, хотя если вот сейчас мы видим небольшой спад активности со стороны ProDota Gaming, и если этот спад еще продлится минут 10, то инвокер имеет все шансы реабилитироваться. И благодаря этому Midas там барабаном, и просто тому, что герой может хорошо фармить. Bloodstone подъезжает пингвинщику. Да, действительно сильно. Вот я больше всего опасаюсь сейчас за жизнь героев а-ля там, не знаю, Рубик, возможно даже зомби. Но если зомби пока еще нет, до появления того же Орхида, допустим, то Рубик уже прямо сейчас может умирать. Вот просто от одного вида Шторм Спирита сразу же сердце в пятки. Как я уже тоже говорила неоднократно при виде Штормов, что он просто реально гроза сапов. Вся твоя позиционка, все твое желание стоять подальше за спиной, чтобы вовремя дать пылы, она просто ломается. Да, герой долетает до тебя при любых раскладах. Кстати, Рубик понял, что надо сохранить немного маны. Украл заклинание чуть подешевле. Ну и, кстати, пополезнее, потому что два дизейбла это лучше, чем полет и лифт один. Тем более, что ему там буквально 200 голды нужно до блинка. Ему чуть-чуть потерпеть, не умереть этому Рубику, и он будет с блиндаггером, поэтому все эти прыгалки ему уже не особо сильно нужны будут. Кстати, да. Рубик-то у нас, как мы уже выяснили, богатый. Миллионер, можно сказать, миллионер из Турщоб. Миллионер с центральной линии. Миллионер с пятой позиции. Да, да. Ну, на пятую позицию там у нас уже зомби автоматически сместился, там 2800 у него. Его сместили, скажем так. Его инвокер сместил, дав место Рубику. Ну, возможно, изначально место. А в топе нападение на КВМ, КВМ будет умирать в любом случае, даже не успеет ничего толком дать. Да, вот КВМ тоже находился буквально в шаге от блиндаггера. У него там сейчас 1800 монет осталось. Слардер летит, летит просто за Луной. Ну, и правильно делать то, что бэкает, потому что, знаешь, в лесу нападая на Луну, без каких-либо юнитов рядом с тобой, можно получить эклипс в лицо. Ну, вообще, да. Тем более на спринте, прям как пить дать. Я думаю, Луна вообще не заставит долго ждать получения твоей эклипса. Да, но не собираются бэкать NP. Они дальше идут куда-то в глубину леса вражеского. Что для них немного не свойственно. Но, возможно, пытаются сейчас создавать пространство для Нага Сирены для своей, которая уже там плотно обосновалась возле базы, уже начинает отправлять иллюзии по линии, и у нее там уже 7300 Networx. Но, честно, вот про дота, если Шторм Спирит сейчас купит себе вот тот самый Орхит небезызвестный, могут настолько быстро начинать всех летать и убивать, вот толпой именно через Сэн Кинга, через Акса того же, что у Наги просто счет пойдет на минуты. Да, но, видишь, когда ты делаешь какой-то экшен по карте, когда тебе нужно драться, влетать, у тебя больше шансов ошибиться. Когда ты пассивно фармишь, их меньше. Если ты хотя бы какой-то минимальный map-awareness имеешь и не будешь встревать как-то жестко, то ты, в принципе, в безопасности, ты набираешь свои преимущества и все. И ты помни то, что про дота они играют на неудобном пинге для себя? Ну, хотел сказать, Энви, разлагиньтесь, пожалуйста, но в целом, да, такие защитные аргументы в пользу того вообще, чем занимается NP. Кстати, да, касательно пинга, тут ты тоже абсолютно права, ибо команда играет на непривычном для себя сервере. Ну, возможно, на привычном, но на необычном, вот что я имел в виду, потому что пинг тут действительно чуть больше, но команды сами писали то, что пинг там в районе 120-140 в принципе играбельно. Если тебе сильно хочется покатать, то теоретически можно. Больше всего это сказывается на героях, на которых, вот, например, инициирующий момент очень важен, это вот как раз там Sinking Axe. Если мы увидим какую-то небольшую задержку с колом, это можно совершенно спокойно списывать на пинг, ну, просто потому что это было бы вполне логично. Ну, да, и понимаешь, если они хотят вот так вот что-то экшенить, влетать, там кого-то вовремя сайленсить, как-то микрить, улетать, делать красивые мувы, может просто пинг встать на пути у них. О, под кипку влетает, пинг ему не мешает, агрит инвокера, но добивать ты его особо нечем, что ж ты делаешь, КВМ? Да, а где, собственно, весь детекшн, где всё, всё, что должно помогать убивать таких инвокеров? То есть вы же не просто так на него нападаете, в конце концов, или вы рассчитываете то, что там 4 секунд дизейбла, и ваших 150 суммарных атаки с руки хватит? Видимо, они не ожидали такого. Энви решили, что он молодой мидер, неопытный ещё. Думает, кнопки нажимать не умеет? Я не знаю, на что был расчёт. Ну, ты продолжай пытаться оправдывать этих ребят. Слушай, ну кто-то должен быть хорошим полицейским, понимаешь? Ну, хорошо, ладно, всё, сегодня это будет твоя задача. Это, в принципе, удивительно, учитывая наши привычные амплуа, что я хороший полицейский, а ты плохой. Ну, я могу немножко перевоплотиться, знаешь, на некоторое время, для того, чтобы соответствовать образу. Конечно, Станиславский был бы в шоке, но что поделать, приходится. Работа такая. А вот у дотеров работа ломать здание. И как раз этим занимаются сейчас продуты гейминг. Собираются они в топе. Тетин вышка скоро упадёт. Но фаржи приходят её дефить. Не герои, не инвокер, а просто фаржи. Опасно. Опасно приходить сюда персонально. И Денай. Неплохо сыгранный инвокер. Ну, правда, Шторм Спирит не особо обламывается. У него по-прежнему топ-1 нетворс, десять с половиной тысяч. Юл приобретает инвокер. Очень важно, потому что совсем скоро появится Орхид у Шторма. Ты просто посмотри, копейка в копейку нетворс у Энви. Копейка в копейку. Да, да, да. Даже дико это одинаково. Ну всё, руин, заруинили. Шадо Демон сейвит Акса. Причём, прилично он его сейвит. Да, но выживать будет трудно, потому что дизейбл ещё есть. Но тут же потягивается к ВМ, станет инвокер. Ой-ой-ой, а сейчас Лизеринг Краш в четверых, смотри. Отжимаю, от стенки ещё ставятся. И поехали! Баааах! Как же больно. Кефка, Кефка успевает сделать bring out. Слушай, а Луна то успела ультимативную нажать. И Энви успел умереть. Шторм Спирит может продолжать дальше прыгать. И он уходит. Потеряли одному шаду демона забрали двух ключевых персонажей. А как казалось бы, сейчас круто, да? Казалось то, что сейчас в четверых. Краш будет, да Да, да, краш И просто, знаешь, хотел сказать, что сейчас будет краш четверых Я на секунду визуально глазами потеряла Слардара в списке героев И думаю, вот это меня плавит И Слардара-то нет, какой краш еще? Ну, это уже, знаешь, это уже верхняя точка вот плавления, да, температуры Потому что, да, нам уже скоро пора и освобождать место для следующей смены Которая будет чуть более свежа и бодра Ну, незначительно Да, кстати, господа, у нас тут 24-часовая трансляция так-то И, кстати, это получается, сколько сейчас? А, уже, кстати, да, будет 24 часа Да, вот-вот, вот-вот уже скоро стукнет 24 Через 50 буквально минут, действительно, это будут сутки бесперерывного эфира Так что можете смело заходить там в любой день, там, сегодня, завтра, послезавтра Там вплоть до 30-го числа включительно Вообще-то до 31-го там еще Китай А, там еще ночью, да, утром, вернее, рано будет Китай И Америка ночью еще будет доигрывать, точно, точно Так что, да, так что до 31-го еще до утра можете там заходить, жмакать И просто там, не знаю, смотреть наших аналитиков, слушать наших комментаторов У нас тут приличная компания работает, так что можете поинтересоваться, что у нас происходит Ох, какой четкий арчит И вот, знаешь, он такой, ну, разбить ему кабинет или не разбивать, разбить или нет А потом такой, нет, это вроде как его лес, а еще там на нашем варде видно два парня Не, наверное, нет Да, и просто убежал Иногда это самое разумное, что можно сделать Ну, главное, вот этот Кураж не поймать, чтобы потом лишний раз не нафидить А ты знаешь, нет оснований у ПД ловить сейчас Кураж, потому что счет равный По Нетворцам ты тоже видишь Все очень тютелька в тютельку, да, там 3000 Нет, все-таки есть перефарм, да, а вот по XP больше 10к Удивительно, кстати, потому что обычно вот этот баланс, он такой Ну, плюс-минус совпадает Причем зачастую отклонения возникают там из-за героев типа Алхимика, Баунти Хантера Которые получают серьезные денежные вознаграждения там за какие-то обычные события, да И поэтому возникает этот дисбаланс Или из-за медасиков каких-нибудь, когда речь об XP идет Но тут медасики ОНП, а в XP лидируют ПТ Да, поймали КВМ А КВМ, в принципе, занимается привычной уже своей задачей Создает экшен Да, фейс-чек от КВМа Не знаю, насколько это было эффективно Но видим то, что НП сейчас так плотно группируются Не хотят бегать по одному Да и правильно, потому что против такого Шторм Спирита сейчас Да ему больше ничего не нужно Ему дай вот вас всех по одному Пять вот человек подряд Он вас всех пятерых развалит Просто что в толпу ему нырять не особо хочется Когда там есть или Кинез, когда там Слизерин Краш имеется в наличии Не, да, вот Шторму Вот знаешь, какого-то вроде хардкорного контроля нет на Шторма у НП Но если он влетит и все свои по очереди скиллы прожмут То все, Шторм умрет Именно так Хотя он уже достаточно жирный Там 1800 хитпоинтов Бедные зомби Я к тому и говорю, что тут нужно просто всем четко по таймингу дать свои дизейблы Всем, у кого они есть из НП Ну вот защитить станет Шторма Тогда все получится Если будет какой-то уже провал Кого-то застанет Кого-то засалит То все Шторм бессмертен Да я вообще могу сказать то, что если сейчас про дота просто нормально соберутся, скооперировано отправятся вперед Ну что, ты просто прыгаешь на нагу, у которой там нет допустим монтостайла, нет ничего То есть она не может избавиться от эффекта сайленса От немоты, от обезмолвливания, там как угодно можно называть И все И ты просто нападаешь на нее Ты можешь даже на нее орхит просто кинуть И убивать остальных персонажей Даже ее фокусить не обязательно Просто, чтобы она не контриницировала Ну вот, например, как сейчас происходит Да, орхит ставят Пытаются ее, кстати, пробивать там до последнего И... пробивают Все Чуть-чуть прям не хватает А дальше сопротивляться очень тяжело Шторма очень тяжело остановить Приходит Акжелуна, стенка ставится Но Шторм, у него закончилась мана И он оказался отделен от своей команды Но успел засуицидиться Не самое, конечно, лучшее, что может случиться вообще с кем-либо Но лучше, чем убийство Ох, Акс чуть-чуть не ловит Рубика Уходит 14-37 отсюда Да, и счет по-прежнему равный Посмотри, 12-12 по фрагам Даже по героям все получилось там плюс-минус одинаково Там первая, вторая позиция Там где-то люди поумирали Но ничего страшного По денежкам прям совсем тютелька в тютельку Да, да, практически идентичные Опять же, каким-то образом ПД чуть больше экспы выигрывают Хотя у них изначально больше экспы было Ну, читы прописали какие-то, не знаю Да, какой-то баф на опыт Не иначе Там Энви Очень оперативно прожала Слушай, может они книги по КД скупают? А Энпи не покупают книги? Точно А ну проверяем, проверяем, проверяем Я не знаю, если нам магазин покажут Чтоб можно было посмотреть кулдауны на книги Я не помню дефолтный хоткей на шоп Поэтому не могу больше посоветовать Вроде бы Б Я не уверен У меня на Б таунт Не, у меня на Б шоп Я вообще, кстати, обратил внимание То, что мои хоткей перекочевали Из Хона, когда я еще в Хон играл Вот это все кверти там раскладка Это понятно И вот это центрирование героя клавишей С Это все оттуда, короче, у меня перешло А инвентарь у тебя на что? Инвентарь у меня, ну, 3-4 пробел Там, Мауз-5, Мауз-6 У меня тоже на Маузе инвентарь Просто мои товарищи Хонеры У них вообще какие-то нереальные бинды У них Альт-1, Альт-2 вот эти вот Да, да, именно, именно Я знаю, знаю А еще у одного моего товарища Хонера Атака на двойку Что? Ну, атака на двойку Он атакует, два нажимает, понимаешь? Очень классно, нет То есть, поэтому Поэтому у тебя мало друзей Бинды это увлекательная тема Увлекательнейшая просто Не, ну это уже кто как привык На самом деле Можно на абсолютно каких-то Непонятных вещах Играть И просто если ты привык так делать Ну, ты же знаешь Привычки иногда стоит менять Вот я знаю то, что многие Игроки они по привычке играют На Легасе, Хаткеях И я очень долго играла на Легасе, Хаткеях Но в какой-то момент я поняла Что это нерациональное использование клавиатуры Когда ты переходишь на Кверти То у тебя очень много клавиатуры Освобождается под то, чтобы пинтить Что твоей душе угодно Да, и я вот, например, в этом плане Очень скептически отношусь к игрокам Которые, например, не особо хотят Пересаживаться на квиккасты Потому что Даже чисто с математической точки зрения Это тупо быстрее То есть ты просто быстрее используешь заклинания Просто это может злую шутку сыграть иногда На некоторых героях Поэтому я знаю, что многие игроки Они на ком-то используют квиккасты На условном тинкере, например, да? Не, это понятно Там можно комбинировать То есть у меня, допустим, тоже на Войде Там на прыжке там квиккаст стоит А на хроносфере уже с конкретным прицеливанием То есть можно так делать Это там прямо в менюшке делается Я просто о том, что на других персонажах Когда скорость реакции Там тот же Леон с Хексом Да, или еще что-то в этом духе Там нет квиккасты Люди теряют доли секунды В итоге теряют там какие-то фраги И это... Короче, мой посыл был такой Привычка не есть хорошо Нужно опираться на какой-то здравый смысл В первую очередь И иногда своим старым привычкам Отказывать в пользу рациональных инноваций Экзакли, экзакли Вот, Мария, я с вами как никогда согласен Там у нас кто-то запивает А кто-то это паут делает Все стали живы Это самое главное Что все живы-здоровы Энви вагоним постепенно выходит Денег у него не очень много Внизу, правда, уже начинают иллюзии Немного кипишовать Да, начинают Но... Но, знаешь, опять же Все эти иллюзорные пуши Они до поры до времени Не наносят тавер дэмэдж Потому что иллюзии быстро убиваются И на этом все заканчивается Тем более, когда есть ответка в Веденаге Это просто, знаешь, заберевание По сути, крипвейва Пуши-мушки особо не пушатся Вот сейчас поглядим Подходит Луна Подходит Шадоу Демон Вот он ее спрятал Вот он Слардар, который прыгнет И сейчас всех убьет, наверное Ну, судя по всему, да И... Луна, Луна, Луна Беги бежать Но там еще и гида есть Так что, ладно Да Могут, кстати... Ну, знаешь, лучше потерять ее Позже, чем раньше Поэтому пусть живет КВМчик, КВМчик тоже засел Сейчас в уголке Там просто еще тамба стоит И Нага отпушивает Мы видим Очень неприятно Можно Томпстоун поломать Лишнюю денежку заработать Пауза Ну, видишь, ПД не нацелены Все-таки на то, чтобы сейчас заходить Иначе зачем тебе Аегис Если ты не пушишь с ним ХГ Просто Все тщетно Жизнь-тлен Именно Если ты этим не занимаешься Поэтому пытаются они как-то реализовать Это Аегис Несмотря на все сложности Несмотря на иллюзии Наги И Тамбу Да нет, тама упадет очень быстро У вышки уже там Третьих хитпоинтов нет Так что я думаю Буквально еще там Два-три таких захода И все будет замечательно Да, вот Тут просто 200 монет Для Гартера Неплохо Кажется, неплохо В Шиву тем временем Выходит Шторм И в Бабочку Луна Артефакты очень тяжелые Вот реально очень крутые Очень качественные И которые Ну, ты уже до конца игры По сути там менять не будешь То есть там Максимальный ДПС Максимальная живучесть Ну, вот и все Ну, стоит сломать тавер Стоит сопротивление Это убить И все Иллюзии уже решают вопросы И со зданиями в том числе Да, все Минус Сторона фактически Акс даже прыгать Сейчас на этого парня Не стал В виде селедочки Смотри, что с Рубиком Произошло Как он быстро умер И сразу же Шторм Спирит ныряет На зомби Который абсолютно беззащитен Перед Орхидом Слардар тоже умирает Зомби тоже умирает Остается только один инвокер Наги даже на базе Нет для того, чтобы Хоть как-то спасти Эту ситуацию И идет моментальное Переключение на центр Очень бодро все делают ПТ Не теряются А, что им теряться? У них вон рейд клик Работает замечательно И кажется все хорошо Луна, конечно В этом смысле Нереальный герой Вот ты только Подпусти ее К баракам И все У тебя упадет вся база И еще все Кто пытается ее дефить Ему тоже, так знаешь Бумеранги по лицу Литет Я видел Вот Рубик реально подошел И казалось Что вот он Ну не должен там Никак умирать Ну он там почти фуловый был И все такое В него буквально Не знаю Там Глайвов 5 Залетело И хитпоинты Просто моментально исчезли Ну это просто Какая-то жуть Не знаю И вот сейчас Про Дота Гейминг Очень серьезно Вырывается вперед И вообще По всем параметрам Даже по многострадальному Количеству киллов Которое было равным Всю игру Они выбиваются вперед Вот даже по этому критерию Ну сейчас будет забавно Если НП сделает Там какой-то тимвайп И просто напишут ГГ скажут Мы уже не можем дефить Да ты посмотри Сколько сразу же денег Какая колоссальная разница По Нетворцу Моментально образовалась Там в двадцатку зелени Вернее золото Бабки не проблема Для команды Про Дота Гейминг Теперь Теперь уже точно Ну сейчас нужно Не отпускать На мой взгляд Нужно дальше Прессовать НП Чтобы не появились Какие-то необходимые Артефакты у них Еще для дефа Не усилилась Та же Нага Ну с таким же Турн Спиритом Вот Сам Бог велел Просто прыгать сейчас И всех убивать Мы только что видели Насколько быстро Умирают там Зомби Рубик И причем А Шторму Никто ничего сделать не может Там буквально Пару героев Которые могут Хоть как-то помешать Это Нага Там со своим Слипом И Слардар Там со станом Но Слардар прыгает Тоже умирает очень быстро Нага обычно Где-то там Сплитпушит Ну опять же Мне кажется Что Нага Не стоит Ну я не стоила Сейчас так Убиваться Прямо в этот сплитпуш Нужно было Хоть сном Каким-то Попробовать Бараки По дефе Не знаю Тем более Она ничего Не снесла в топе Она просто Толкнула линию Но Тавр Посмотреть Стоит даже Т2 Поэтому Спорный Такой мув был Ну я доверяю АОИ Он выигрывал Интернешнл Ну да Мы с тобой Не можем похвастаться этим Но это пока Все впереди Еще у нас У нас профиль Немного не тот Но возможно На интернешнл Будет какой-то Турнир Среди Комментаторов Аналитиков Не Среди аналитиков Не нужно Среди комментаторов Да Среди аналитиков Нечестно А среди комментаторов Главное Ласта забанить Чтобы не было Профессионалов Ну да И все И тогда Можно будет покатать Я думаю Там есть конечно Еще какие-то задроты Я знаю Но в целом Их можно там Где-то Еще что-нибудь Короче Ну против одного задрота Я знаю Инвокера банишь И все Ну да И как бы минус Минус пацан сразу же Так все Давай страты не палить И раньше На будущее ставкап Да Есть кстати Хорошая традиция Ставкапов по КСу Вот по ТОТе Нет такой штуки Не у нас были когда-то Мы даже я помню Классно сыграли На одном из них Я вот как сейчас Помню как мы играли С Фнатиками Там еще даже кто-то был То ли Ханни То ли еще кто-то Катал Я там просто На морфе божил Как боженька играл На морфлинге Просто влетал Ваншот Опа Акторинкор У Шадоу Демона Как тебе такая сборочка От милистрадального Саппорта Просто То есть бивер Решил ускорить Процесс Сноса башен Просто Сократив Кулдаун На дизрапшине Ну Возможно Это реально Сработает Ну вот какой там Сейчас кулдаун На дизрапшине У Шадоу Демона Так что просто Понимать 13 секунд Да Ну да При длительности Иллюзии там В 14 Выглядит неплохо Знаешь Это интересное решение Я не то чтобы Пристально следила За этими билдами Шадоу Демона В последнее время Но Вот Я это вижу первый раз Чтобы так быстро Делали вторым слотом Буквально Это Акторин При том что связку Шадоу Демона С различными керри Мы наблюдаем постоянно Смотри 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 Как пытаются обойти С фланга И ожидает ли этого Шторм Да Пока Шторм Ставит ремнантики Подсвечивает Слип Шторм успеет отойти Нет Шторм пока еще спит Ну про него Никто не знает По моему Да Кажется так и есть Ну и все Вот он пошел Вот он пошел Инвокер сразу же Взлетает на ветрах Подходит Акс Акс агрилочку Кажется уже свою тратил Но я смотрю то что Хитпоинты пока заканчиваются Только у Слардера Да И вот он зомби С Сенкингом Бодаются просто на мужика Воюет Тамба по прежнему стоит Тоже очень опасно Количество зомбаков Сейчас такающихся Какое-то запредельное Мы видим минус Уже на Сенкинге Где Луна У нее так кончалось ХП долго И Она видимо Сатаник подрубила Да Ну и слушай Акса также здесь забрали Видим что еще и Санстрайк будет Санстрайк неплохой Пингвинчика отпрыгивает Уворачивается от пары плюх Луна с Эклипсом Тоже неплохо сюда зашла Но вот Сейчас иллюзии начинают И так подковыривать Еще и Глэйв В Вивер залетел Ох как же выверется До последнего До победного конца И Шторм выживает Да Конец получился Не совсем победный И Этернал Ленви Говорит Ну все Я вам сейчас за всю болюшку За все эти два ганга И просто убегает Гем же там валяется Где-то пингует КВМ Там Т4 просто горит Вот в чем дело Там на базе Уже такой карнавал происходит Да В итоге Рубик Вынужден Более-менее Отбушивает Не ну Бой какой-то дали Так легко Как они отдали Две стороны Третью отдавать Уже не хотят Даже нага поучаствовала В драке соизволила Ну знаешь Есть такое выражение Поздно пить боржоми Когда почки отлетели Вот главное Чтобы тут такая ситуация Уже не наблюдалась Я вообще слышал Версиус отказали Почки отлетели Прям хардкор какой-то Ну Уже поздно Уже можно Можно хардкорить Да Можно похардкорить Немножечко в конце концов А то что Я зря тут 12 часов сидел Чтобы потом Сборно себя вести Тем более там Был фидбэк То что Вроде у нас хорошо С тобой получается Но мало рофлов Может быть будут позже Вот время рофлов Знаешь Здесь время приключений А это время рофлов Настало просто Вот этот собакен Желтый да Сразу там появляется Да-да-да И начинает рофлить У меня кстати есть чашка В форме этого собакена Реально забавная Прикольно Реально я представила себе Формат такой чашки Ничего такая Ну в общем-то Я думаю что Сейчас Про дота гейминг Главное Не должны Особо Сильно затягивать Весь этот игровой процесс Что можно вообще сказать В итоге О Том же вкладе Я не знаю Инвокера в эту игру Не сказал бы что Это какой-то Unbelievable play Oh my god What I see Terrible terrible damage Вот как-то так Про него я не могу сказать Нападение здесь происходит Какое-то непонятное Слардар развешивает на иллюзии Свой Ультимейт Кевка что-то промахивается Агром Но это не мешает ему В принципе Побить с руки Ой Чуть-чуть не хватает Ему урона Чтобы добиться При этом он просто Подрубает БКБ Гонится за Сиреной Шторм мимо Пролетал сквозь сон И Тут конечно идет Добивание КВМ там Расстрясся в углу Подамажил неплохо Инвокера и Слардара Слардар в любом случае Здесь умирает Ну и Дальше дело техники Так-так-так И Просто Просто умер Лопнул В пассивке Да и Кого? Нагу догонят здесь Нага кстати После выкупа кажется Да Она только что Должна была возвращаться И Сейчас Минус Рубен Вероятно Нет там Сен Шторм Как же он живет? Конечно Я думаю Недолго ему тут прыгать Осталось А вот Шторму еще Достаточно долго Можно попрыгать Да у него там уже Реген маны Весьма-весьма неплохой Подходит сюда Нага Убивает Шадоу Демона Своими иллюзиями Или нет Или это Рубик Вообще все сделал А там знаешь Там уже непонятно Тут время от времени Такая вакханалия Из этих иллюзий Шадоу Демона Иллюзий Наги Да Там походу Рубик украл Дизрапшн У Шадоу Демона Сделал иллюзии Потому что я четко видел Что иллюзии убили Но вот Интересный В итоге получился момент Там и Докер пришел Едва не отъехал Нужно бить Бараки Уже нужно спасать жизнь Посмотри Кевка Ничего не боится Прожимает БКБ И спокойно уходит Скоро всего А ему Рубик Ничего не сделает Просто в этом Блэкингбаре Поэтому он так Спокойно пешком убегает Он может попалить В местонахождение Чтобы Энви Прицелился своим Санстрайком Но это уже не нужно Заходит Луна Правда Подсвечивать Не получается противника И Шторм Спирит Отпрыгивает Забирает Рубика Может наверное и А хотел сказать Улететь Да А можно и не улетать Можно еще Дальше драться Нет Он понимает То что приближается К нему третий персонаж Команды НП И он уходит Рисковать никто не хочет Слишком великаться На ошибки здесь Да Ну и по выкупу Получается что У инвокера его нет Вообще Радиенты не могут Похвастаться Байбоком Ни один из персонажей В то время как У дайеров Все могут вернуться Повторно в игру После своей гибели Радиент Вообще мало чем Могут похвастаться У них там Т4 Это вообще стоят Могут похвастаться тем Что у них много Крипов на базе Например Вот например Вымя Т4 Похвастаться уже не могут А еще у них было много Кубков на базе Но два из них Уже крипы Загасили Квала играть Это вам не батлкапы Выигрывать Ну да Соглашусь Это на самом деле Был упрек не по адресу Потому что все таки НП вроде неплохо выступают Вы кто бы мог подумать То что европейская команда С пингом Станет для них Камнем преткновения Ну причем С таким набором героев На которых действительно Нужно нормально исполнять Тот же Шторм Спирит Например Ну Сенкинг Видимо у него Что-то не сдалось И скорее всего Причиной может быть Тот самый пинг Пресловутый Акс тоже хорошо Исполняет Ничего не скажешь Хорошо прыгает Хорошо агрит Вообще хорошо Кевка на старте Все делал просто великолепно Мне тоже очень прям Нравилось как он играл Прям все По учебнику По Акса учебнику Купил блинк Пошел Реализовал Сделал телепорт Туда где драка Реально круто Сотапил кивай А по итогу Мне казалось Что Кевка Сотапил киллы А по итогу Смотришь на КДА А там 1-4-7 Сенткинг Смотри 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 Сейчас Акс прыгает С БКБ Говорит Ну что Кто на меня Говорит На луну там На мою Вы все можете напасть Со мной Кто-то будет общаться Или нет Эй ты Сюда иди Ну только Агром к сожалению Промазал За чуть-чуть Руинит его планы По спасению луны Шторм взлетает Просто на всю ману Притягивает нагу А все Слипа нет Наги контрадицировать Просто-напросто Нечем Шторм продолжает Дальше прыгать Манта стайлом Кстати Нага скидывает С себя Сайленс Делает выкуп Инвокеру Шторм спирита Уже начинает Потихонечку Заканчиваться здоровье Но тут еще луна Есть боевая Правда ее Все-таки держат Так все Нужно пушить Хотя нет Слушай Тут вот Сложный вопрос Нет Акса Но в то же время Основных ресурсов Нету и у НП У них нет Слипа Ну Слипа там Слишком маленький Кулдаун Это вот как у Рейс Кинга Я не знаю Бессмертие Ну вернее Воскрешение На последнем уровне Прокачки Ты пока его второй раз Убиваешь У него уже Проходит Проходит действительно Время отката Способности Там эти 60 секунд Меня вот Не покидает Какое-то смутное Ощущение Что надо ПД Вот Знаешь Сейчас или Никогда Просто Потому что Можно Ну тут реально Можно затянуть Вы играете против Наги Который очень быстро Фармит Очень быстро Отпушивает линии Если сейчас Вот Не прессануть Как следует НП То можно поплатиться За это позже Ну вообще да Вообще просто Нага как раз Один из немногих героев Который может Отпушивать вообще Почти любые линии Там чуть ли не Вплоть до мега крипов А вот с этими Крипчиками вообще Справляется На раз-два Так что Вот эти две Снесенные стороны Это просто Немного лишнего АПМа для Ауи Если ему не лень А учитывая Ставки на этом турнире Я думаю что ему не лень Я тоже думаю что ему не лень Вот и все Можно еще и с рученьки Понаваливать Майс Лордар Отстанивает Мортификация используется Также летит еще и Торнадо Луна спускается И у него кстати еще есть Игина Надо просто бить базу Да Просто ломать базу А тут еще и Шторм Спирит После выкупа Это уже Минус два Есть выкуп Также еще и от Слардара Но Инвокер Не может похвастаться Байбэком Это значит что И Нага скорее всего Сейчас будет умирать ГГ Действительно Ну ПД молодцы Да Что сказать Практически наши ребята Наши да не наши конечно Но все равно Побеждают в этом матче Казалось бы Играли против Против не самой слабой команды Играли там чуть ли не Против фаворитов Этой квалификации И очень уверенно Себя показали Снесли одну сторону Вторую Умерли так Чуть-чуть Когда шли на третью Но все-таки Додавили до конца Ну вообще при том Что у Продота Гейминг Старт на этой квалификации Был не самый лучший Они первых Два своих матча Проиграли Сейчас очень важно Начинать побеждать Потому что еще не поздно Две игры Это не катастрофа То есть там Это не четыре Давай вот без намеков Ну да Конечно Грустные немножко намеки Но все же Действительно У них сейчас Счет становится Один-два Там ЕПГ тоже Сейчас должны играть Поэтому совсем скоро Выясним Как у них там Дела обстоят Ну а по поводу Разбора игры Я думаю Мы обратимся К нашей Замечательной Студии-аналитики Экспертной группе Да Которая уже Кстати Будет скоро Завершать Своё выступление В этом игровом дне Я думаю Что мы с Машей Возможно тоже Прощаемся окончательно Возможно Возможно Если наша смена Уже готова Так что Далеко не разбегайтесь После небольшой Перебивочки Наши ребята Объясняют вам Что же произошло В этом матче Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Сейчас Разбираешься в Dota 2 Сделай прогноз На пики и банды команд Играешь в CSGO Предскажи количество раундов В конкретном матче Ежедневные квесты Для всех участников проекта И лучший выбор Платёжных систем С 2011 года Более 600 тысяч Пользователей Делают ставки На все Самые интересные события Онлайн ЕГБ КОС Ты точно знаешь Кто победит Субтитры сделал DimaTorzok Астан Астан Субтитры сделал DimaTorzok